Азов Инфоспорт Виновшие выходные на базе спортивного комплекса «Братьев Самургашевых» состоялся открытый турнир по греко-римской борьбе, участие в котором приняли 150 человек из Ростовской области. Турнир был посвящен чемпиону мира среди ветеранов, а также серебряному призеру чемпионата СССР 1976 года Данилу Галкину. Это человек с большими титулами, который не один раз представлял наш регион на самых крупных соревнованиях первенства Советского Союза, международных турнирах и представляет собой лицо нашей борьбы. Мы рады, что на наше событие откликнуло столько детей. Порядка 150 человек приехало у нас со всей Ростовской области, а область у нас обладает очень хорошими традициями. Мы думаем, что турнир пройдет в хорошей обстановке, он будет являться этапным для подготовки наших юных спортсменов к более серьезным соревнованиям. Это второй по счету чемпионат подобного уровня среди детей до 18 лет. На этой неделе ожидаются соревнования среди взрослых борцов. По итогам встречи первое место заняли спортсмены из Аксая, второе – Ростовчан, на третьем месте – Азовский район. Все призеры примут участие в областном турнире, который пройдет в Краснодарском крае с 1 по 3 ноября. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азовинфо, спорт. Воспитанница Азовской спортивной школы номер 9 Полина Лукина выиграла золотую медаль на соревнованиях по вольной борьбе, которые состоялись в столице Азербайджана – Баку. В соревнованиях приняли участие около 4 тысяч спортсменов из 48 стран. Было разыграно 135 комплектов медалей в 10 видах спорта, среди которых вольная борьба. В первой схватке Азовчанка встретилась со спортсменкой из Франции, во втором круге – с итальянкой, затем с серебряным призером Европы из Германии. Счет встречи – 10-0. В финальном этапе Полина боролась за первое место с азербайджанской спортсменкой, с уверенной точностью положив ее на лопатки. В школе номер 14 завершилось первенство города Азова по настольному теннису среди школьников до 12 лет. В школе номер 14 прошли ежегодные соревнования по настольному теннису среди учащихся общепоразовательных школ города в зачет президентских спортивных игр, в которых приняли участие 71 ученик. Постоянными победителями прошлых игр были воспитанники 14-й школы. Оценка будет, как и во всех видах спорта, по результату личных встреч. Ведутся результаты, участники разбиваются на подгруппы, где каждый участник занимает свое место. Затем первое, второе место, соответственно, начинает играть с первым, вторым других подгрупп. Третье, четвертое играет с третьими, четвертыми и тоже выявляет между собой места. Разыгрываются все места. По занятому месту начисляется сумма баллов в количестве от занятого места. Чем меньше сумма баллов будет в команде, тем будет выше место, общекомандное зачетное место школы. По итогам двухдневных встреч спортсмены общепоразовательной школы номер 14 стали победителями в общекомандном зачете. На втором месте третья школа и бронза у 13-й школы. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо.Спорт И это все новости на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова